Все-таки я понял, что рассказав два занятия, посвятив Рамбаму, и сказав о Раши только бегло, я поступил нехорошо. Давайте чуть-чуть о Раши и о том, что такое еврейская традиция Раши. Раши принято считать, что это принято расшифровывать его имя Раби Шломо бен Ицхаки. Ицхаком действительно звали его отца, это известно. Это легенда о том, что он начинает комментарии к Торе, Амар Раби Ицхак, лоха я царих, сказал Раби Ицхак, не было нужно, что это имеется в виду отец. Это не правда, это не его отец, это Раби Ицхак Талмунда. Имеется в виду, и он цитирует Медраж, который начинается вот с этой фразы. Это не он, но на своего отца он действительно несколько раз ссылается в Талмуде. Причем всегда Абамори, то есть мой отец, мой учитель. Трудов его не сохранилось, отца имеется в виду, поэтому говорить довольно трудно. Родился он во Франции. Принято считать, что в 1040 году, то есть он ровно на 100 лет жил раньше, чем раньше. О, извините, Рабом я оговорился. Значит, да, вторая версия по поводу Раша аббревиатуры, это Раби Шломо Ерхи. Это менее известный вариант, он принят довольно большим количеством ученых. Ерхи – это фамилия, ну фамилия, родовое. В евреевке времена это скорее не фамилия, а родовые такие. Розвище, что ли, как это назвать? Ну, родовые фамилии. Ерхи – это дословно лунный, да. Это обозначение, что семья пришла из Люнеля. Люнель – это луна на французском. Она просто переведена, но это иногда случается, это самое, с еврейскими фамилиями. Она просто переведена, слово Люнель, переведена на еврит, и получилось сверхи в результате. Значит, он жил во Франции, 20 лет учился в Германии в городе, ну в еврейской традиции этот город называется Магнаца, но это Майнц. Это Майнц, в городе Майнце. Ну, 20 лет принято считать у раби Ицеком Баргекар и Бенгекар. Сохранились кое-какие записи о том, как он там учился. Потом он вернулся домой в Труа. Тройщ на еврите. Учтите, что у евреев названия городов регулярно закреплены очень старинные произношения, поэтому надо… Я, например, держу в компьютере большую таблицу городов для перевода названий городов на современный язык, потому что время от времени угадать, что Вюрмезе – это Вормс, а Тройщ – это Труа, это, в общем, выше моих сил, это просто надо знать. Или… Столица – это самое. Не важно. Значит, Липсия. Город Липсия. Можете угадать, что это такое. Замечательный немецкий город. Липсия. Слово Липа слышите, да? Лейпциг? Лейпциг, конечно. Лейпциг – это и есть город Липсия, но вот оно на еврите сохранил более старое звучание – это Липсия. Поэтому угадывать, там надо просто иметь… У меня просто таблицы есть переводов названий городов, держу просто, иначе иногда довольно трудно понять, о чем это речь. Значит, дальше утверждается, то ли он был виноградарем, то ли торговцем вином, по жизни зарабатывал на жизнь. Но в основном он был, значит, председателем суда в Труа, и авторитета человека абсолютно безумного. И при жизни, а уж тем более после жизни. Ну, обычно вот об авторитете, это какие-то легенды есть про Раши. Там в городе Вормси показывают нишу в стене, по которой, значит, его мать, будучи беременна, шла по Вормсу. И тут по дороге ехал рыцарь почему-то в карете, а улица была тонкая, она решила, что ее задавят. Она прижалась к стене, помолилась Богу, и тот ей отдаровал чудо, и, значит, в нем появилась ниша размером с ее брюхо, вот, чтобы спасти маленького Раши. Вот такая вещь. Кстати, нишу до сих пор показывают в этом самом. Ну, там, я пример, легенд, там еще есть серия. На самом деле биография Раши – это биография его трудов. Вот это действительно правильно. Значит, он прославился двумя трудами. Вот если рам вам тремя, комментарии на Мишну, Мишне Тора и, ну, впрочем, еще некоторые послания, и как отдельные труды предисловия главы Мишны, значит, то там, но по философии, по Галахе и один комментарий, то Раша прославился двумя работами – комментарий на Писание и комментарий на Талмуд. Две работы. Причем над ними он работал всю жизнь, я бы сказал. Комментарий на Талмуд, тот, который у нас сегодня в нашем распряжении, это третья версия. Это третья редакция. Причем, так как паре томов приводятся первые редакции, потому что он не успел написать третью редакцию и сделать, то хорошо видно, насколько человек продвинется, насколько он меняется и насколько он становится лучше. Вот теперь, что касается комментариев на Талмуд, я не буду останавливаться здесь, потому что это технически сложная тема, но комментарий столь блистательный, что у всех, кто учит Талмуд, вырабатывается хроническое косоглазие, он одним глазом глядит в текст Талмуда, одним глазом в текст Рэшин. Это вот совершенно на автомате проделывается. То есть как бы Талмуд без Раши не существует. В чем успех комментариев, вот загадка, написано же множество комментариев на Талмуд. Есть совершенно блистательный, среди них, например, мой любимый комментарий Меири. Но разница между Рашей и Меири – это умение знать, что прокомментировать, и суметь это сделать в нескольких словах. Вот это фантастика. Вот это что такое идеальный учитель? Это ведь не только который знает, но он еще знает, что непонятно ученику. Что такое гениальное ученик? Вот он знает две вещи. Раша как раз именно это знает. Он знает, что будет непонятно тому, кто читает, и умеет это в двух словах раскрыть. И в этом смысле это действительно образцовый комментарий абсолютно. То есть предмет зависти всех – суметь вот так сработать. И это действительно образец гениальности. Кстати, в одном из мест Талмуды написано, что здесь, на этой строке, умер Раша, приписка учеников. И отсюда и дальше комментарий его внука. У Раша там о делах семейных. У Раши не было сыновей. У него были только дочери. Дочери вышли замуж за очень крупных мудрецов. И в результате наследниками Раши считаются его зятья и его внуки. Огромное дерево. Причем имена, для тех, кто знает еврейскую традицию, это, значит, внуки, это Робейну Там, это Рашбам, значит, это Робейну Йомтов, Робейну Элиезер, ну и так далее, и так далее. То есть там огромное количество совершенно потрясающих людей. Значит, это про семейные дела. На самом деле, то, что Раши составляет славу Раши, конечно же, для большинства народа, это не его комментарий к Талмуду, а его комментарий даже не к Танаху, а его комментарий к Пятикнижинам. Это слава Раши. Потому что, как это ни странно, к остальным книгам Танаха Раши вытеснил комментарии Мецудот. Мецудот Циона, Мецудот Давид. К остальным книгам. Просто вытеснил. И, кстати, именно автор Мецудот отличается стилем Раши вот Талмуда умение кратко и вовремя сказать. Он в книгах пророков и в книгах писаний он отличается вот этим вот талантом Раши, вот автор Мецудот. Он действительно вот этот какой-то вешатый талант абсолютно, именно вот такой вовремя и коротко. Но в Торе Раши остается главным комментатором. Причем настолько главным, что регулярно, когда тебе говорят, в Торе написано то-то, то смотришь и говоришь, это не в Торе. В Торе этого нет. А так как ты уверенно говоришь, что это в Торе, значит это Раши. И это в куче случаев. Например, Ривке было пять лет, когда она вышла замуж за Ицхака. Это Раши. Это Раши. И еще огромное количество всяких вещей. Причем это у кучи народу вот такое вот слияние текста Тора с текстом Раши, оно действительно какое-то полное. Самое смешное, что, собственно, в чем заслуга Раши? Теперь вот то, ради чего я все это рассказываю. Медраж, он как бы никогда не различает пластов комментирования. Раши многократно говорит, что он пришел, он, вот выражение Раши, а я пришел прокомментировать прямой смысл Псэ. Вот количество фраз, что Раши собирается комментировать именно Пшат, вот именно Раши на самом деле и вводит этот термин не в том смысле, что слово Пшат раньше не использовалось, использовалось, а в том, что это такое. Я много раз по разным случаям обсуждал, что такое вот в еврейской традиции есть четыре уровня комментария. Как известно, сокращенно Пардес, Псат, да, Плантас, Парадис, да, в европейских языках Парадис, слово, оно однокоренное. Парадис – это, ну, понятно, что-то парадно-приятное. Вообще-то Пардес – это сад. Значит, это аббревиатура, в данном случае Пшат Рэмэс Дра Ши Сот, четыре уровня комментария. Как это ни странно, если про Сот все более-менее согласны, что это такое, Сот – это тайна в переводе на русский, то что такое Драш, Рэмэс? Рэмэс тоже более-менее понятно. Значит, Сот – это комментарий по Кабале обычно. Рэмэс более-менее все понимают. Рэмэс – это намек. На самом деле в теории, как правило, Рэмэс, когда говорят слово Рэмэс, чаще всего называется, я забыл, как называется в науке стиль комментария, это когда текст писания применяется к текущим событиям. Есть такой специальный способ комментирования, когда я комментирую не текст писания, а вот насколько он предсказывает то, что произойдет тогда-то. Вот такой, как правило, комментарий, то есть намеки на будущее. Это очень известный стиль проповеди, конечно же, и довольно важный. Но вот что такое пша, на самом деле главные копья всегда бьют, ломаются, то, о чем люди бьются, что такое пша. Вот Раша, например, вот регулярно мы читаем его и обнаруживаем что-нибудь Раши. Есть, Раша говорит, это мидрашо, а пшуто такое-то. Или я слышал мидраши агада, а алифи пшуто это так. То есть Раша использует регулярно. Осталось только понять, что это такое. Пшат все понимают, что это раздеваться, да, голый, прямой смысл. Вот для того, чтобы понять, что такое прямой смысл, вот здесь требуется много думать, как это ни странно. Давайте я твой пример. Вот давайте, вот у Раши есть известный комментарий про то, как дочка фараона подходит к корзинке, в которой приводит Моша, открывает и видит, и открыл и увидел его, да, там написано, в чертах в террехе. Что она видела, пишет Раша к этому месту, там не написано, что увидела. Открыла и увидела, и вот плачет ребят. Вегене на арбухе. Значит, вот смотрите, дальше Раши. Что увидела служанка? Увидела ребенка за лобшу по. Понятно. Глагол пропущен прямым дополнением, которое в Писании встречается. Что увидела ребенка? За пшу по. То есть это прямое сно. умедрошен широта и мучкина. Что она увидела на нем пребывание Божие. Наверное, в виде сияния, клим, что-нибудь такое. Это Медроши. Вот просто очень характерный пример. значит, ну, там какой-нибудь еще хороший комментарий в таком же стиле. Дальше второй комментарий в этом месте, где Сулжан смотрит на Моше, которая в корзинке, вторая часть, и вот наарбухе, и вот теперь важный момент. В оригинале стоит слово наар. Наар в библейском иврите – это подросток, отрок, вот в наарбухском языке специальное слово. Это подросток, используется так же, как и в французском языке, и слово «гарсон». Гарсон одновременно и мальчик, и слуга. Слово наар в библейском иврите может означать «слуга», может означать «подросток». То есть либо возраст, либо слуга. Гене наарбухе, что Рашик отвечает, что понятно, что слово какое-то странное, потому что Моше в этот момент совсем младенец, а уж никак не наарбухе, комментирует, у него был голос, как голос подростка. То есть он густым голосом говорил. Преднимание, что Рашик считает, что это пшат. Он не оговаривает. Вот что такое пшату Раши, это вообще тайность и оберега есть. И об этом, опять, есть огромное количество спор делается по разному поводу. Но я хочу заметить, что, например, Ибнезра, значит, вот Ибнезра, рабе Абраам Ибнезра, он Раши умер, когда Ибнезре было 15 лет. Вот, чтобы он поняли. Да, ну, где-то это. Ибнезре было 15. Ибнезра, когда дает характеристику комментарию Раши, говорит, что в этом комментарии нет и капли пшата. Что с точки зрения Ибнезры, Раши и пшат понятия не совместны. Значит, я не хочу в данном случае сказать что-то плохое. С точки зрения Ибнезра, то, что пишет Раши, отменит пшат. И это два совершенно разных подхода. В чем проблема? И почему ведь на самом деле Вот Ибнезра, который намного ближе к моему пониманию слова пшата, куда менее известен публике, в смысле содержание, я сказал, как человек известный, куда менее изучаем публикой, чем раньше. Вот здесь есть некоторые тайны. Более того, про Ибнезра, например, есть чудесное высказывание. Ибнезра пишет непонятно. Он не хочет, чтобы я его понял. Я его не хочу понимать. Это классический вот об Ибнезре. Раши, который по-любому не является пшатом. Современно понимаете. Вот давайте я хочу уточнить одну вещь. Вот когда я говорю слово пшат, когда я говорю слово пшат, это то, как я буду переводить. Вот то, что будет отражено в переводе. Для меня есть понятие пшат переводчика. Тот, кто пользоваться комментарием Раши, переводчик не может. В принципе. Я видел попытки перевести Тору по комментарию Раши. Это очень плохо. Это далеко отстает от смысла слова. И наоборот, если пользоваться Ибнезрой в качестве опоры для перевода, то это получается, это может быть согласенствие. Вот я хочу подчеркнуться с одной вещью. Может быть соглашаться с одной вещью. Можно и не соглашаться с одной вещью. Но это опора для переводчика. Раши такой опоры не дает. Вот когда Ибнезрой именно это подразумевает в виду, что в Раши ни капли в шах и нет. Вот для иллюстрации, вот если мы понимаем, когда мы говорим прямой смысл текста, ну куда прямее, чем смысл переводчика. Как это перевести на другой язык, чтобы было понятно, что здесь сказано. Опять я хочу уточнить, что там есть разные теории перевода. Вот, поймите, Раши, так как я сейчас предлагаю, не думают. Потому что переводчики того периода, да и более древние, переводили почти под строчек. Они настолько боялись что-то упустить, что в результате они боялись писать бессмысленные наборы слов. Вот абсолютно бессмысленно, с моей точки зрения, набор слов «свеча ноги моей слова твои», «Нерлы, Рагли и Мратеха», человек перевел просто под строчником. «Нер-свеча», на самом деле светильник неправильный перевод, «Нер-свеча», «Рагли» моя нога, «Имратеха твои слова». Все замечательно. Поэтому «светильник для моей ноги» твои слова. Вот я перевожу все слова. Ничего бессмысленней в русском языке нет, потому что вообще-то твои слова освещают мне путь, то, что здесь написано. Или твои слова «светильник» на моем петле. Они светят, чтобы я знал, куда поставить ногу. Там вот этот смысл. Но вот старые переводчики настолько боялись, что допускали вот такую бессмысленность. Потому что «свеча ноги моей» – это что-то абсолютно. Тем не менее, новые переводчики все-таки считают нужным как-то при норовительском языке, на котором работает. Но обратите внимание, для того, чтобы этот номер проделать, нужно знать язык на уровне оборотов. И вопрос, если читать, насколько согласитесь. Раши действует… Вот Раши, когда говорит слово «пшат», у него это что-то совсем другое. И вот это что-то оказывается столь важным, что из года в год, перечитывая Раши, ты обнаружишь в нем что-то новое. Причем всюду и подряд. Ты обнаруживаешь какую-то удивительную глубину. В Эбенезере этой глубины нет. Вот что важно. Вот этой глубины В Эбенезере нет. Вот его перечитывать многократно из года в год, чтобы что-то выузить новое. Нет, понятно, что приказчик в следующем чтении, ты понимаешь, его лучше. Лучше, но не глубже. Это не углубляет. А вот Раши с каждым новым прочтением незабываемо совершенно. Я, наконец, на десятый год чтения Раши понял, как он глубокий, на что участвует. Я на сороковой год это понимаю, каждый раз, когда читаю, что я его до сих пор неправильно понимаю. Вот есть какая-то сказка, какая-то загадка. Стиль Раши в комментариях к Хумаше, я замечу, не в комментариях к Талмуду и даже не в комментариях к Касталин Киринтонах, а именно к Хумаше. Состоит в большинстве случаев, он очень любит в качестве комментариев привести Мидраж. Его комментарии регулярно, это просто цитата, из Талмуда, из какого-то сборника Мидражей, из Мидраж-раба, из некоторых сборников, которые до нас не дошли. он этим тщательно задел. И в результате вот этот набор цитат, который он дает, получается, что Раши оказывается мостиком между Писненной и Тора и Истинкой. Вот что самое важное. Это мостик, который демонстрирует, как строится Тара, погруженная во всю Усную традицию, как Тара Писненная погружается в Усную традицию. Вот этот Пшат, вот у него Пшат особый, у него Пшат погруженности, соединения Тары Писненной и Стары Уси. Причем это у него получается на глубоком автомате. Он довольно краткий комментарий. У него это получается автоматически. Причем я хочу заметить, что Раши безумно закомментированный комментарий. К нему написано какое-то бешеное количество цифр комментариев. Мизрахи Рабилияху, Мизрахи Махаралы с Праги, кто только не писал. Настолько все дошло, что кончилось с тем, что я уж не знаю, кто был этот талант, который собрал главные выдержки из комментаторов и создал сборник Септей-Кахамин, который обязательно публикуется рядом с Раши. Основные понимания в основном занят вопросом, почему Раши так комментировали. Что он увидел, на что он опирается, где ключ в тексте к тому, что Раши комментировал. Какой? Сейчас я попробую. По легенде комментарий к пяти книжию Раши составлял, когда обучал внуков. А именно внуки читали стих и задавали вопрос, а Раши давал ответ. Основная версия появления комментария вот такая. Я не думаю, что это правильно, но я думаю, что не без этого. То есть это имеет отношение к этому, но на самом деле чуть-чуть сложнее. Но вопросы, которые были заданы, получили ответы. Теперь, комментарии Раши не записал вопросов. И теперь у вас сборник ответов на вопросы, которые вы не знаете. так вот, Севтехо Хамием из разных комментариев нашел, записал вопросы. Это записанные, какие вопросы были заданы. Вот. Именно это реконструкция вопросов к стиху, на который отвечает Раши. А эти внуки действительно были детьми? Сколько лет им было? По легенде им было пять лет. По этому поводу я регулярно, когда со мной пытаются как-то спорить про Раши, регулярно слышу аргумент, что Раши понятен пятилетним детям. я могу привести несколько вещей, которые пятилетним детям не рассказывают заведом. Там такие пикантные подробности выясняются, что в общем, я бы сказал, не для ушей маленьких детей. Но тем не менее, вот существует некоторая убежденность, что этот комментарий доступен детям. Думаю, что очень условно доступен, потому что ребенок сам не регулярно он думает, что он понял, а взрослый учитель, как обычно в таких случаях, ну и хорошо, что ты понял. Конечно, ты понял неправильно, но пусть будет так. Но по легенде, да, этот комментарий доступен для пятилетнего ребенка. Я не верю в существование комментария доступного пятилетнего ребенка вообще. Я не верю, что такое существует на свете. Пятилетнему ребенку надо рассказывать цепуре и микра, либо учить по тексту и точное значение слов, грамматику и так далее, то есть обучение этому языку, либо рассказывать то, что называется библейские истории. Такой жанр, отдельный жанр. Он регулярно всякие книжки, поэтому по-моему, выходят. значит, нет, это очень полезно, чтение там в каком-то возрасте, по-моему. Раша – это не сепуре и микра, это не библейская история, это другое. фокус в том, что всюду Раши погружен именно в усноту. Вот есть специальные даже книги, например, пятитомник комментария, суперкомментария к Раши, современный, где автор берет все мидраши, которые пользуются Раши, приводят мидраши, приводят мидраши вокруг этого, какие есть еще, и пытаются ответить на вопрос, почему Раша выбрал именно этот. Ведь Раша, если вы откроете хорошее издание, например, то, которое у меня микроудолот издательство Маор, на мой вкус лучшее, что есть на данный момент, то там практически каждый комментарий Раши снабжен пометками в скобке источник. Откуда взят? В оригинале этого не было, учтите, что практически в старых книгах ссылки в скобках это издатели, это не авторы, а издатели. Авторы в те времена не проставляли таких ссылок никогда. То есть максимум, вот, ссылка сказана в недельном разделе таком-то то-то. Дальше предполагается, что читатель помнит, где в недельном разделе это сказано, максимальная ссылка. А, скажем, на Медраши ссылок Раши, где-то, а в Медраши, а в Медраши написано, ссылок практически не бывает в Раши. Это издатели все делают. Но вот этот вот мостик такой, что, причем, вот как построен мостик, он настолько блистательно выполнен, что кучу народу просто не различают, где тараусто и где тара песнями. Потому что раньше. Потому что написано раньше. Но, еще раз, вот это придает комментарию Раши удивительную глубину. Именно это. Вот это мастерство отбора, мастерство цитирования к месту. И вот давайте я попробую, значит, в значит, я попробую просто показать, как это делается и как глубина появляется. вопроса. Значит, Яков отправляет детей с братьями к Йосефу и произносит 43 глава 14 стих И Бог Шадай, всемогущий принято переводить, даст вам милость в глазах перед тем человеком. И он отошлет с вами вашего брата, другого брата и Бенгемина. А я, если останусь одиноким, то есть потеряю детей Бенгемина, то потеряю. Раша комментирует в этом стихе первый оборот в Эль Шадай. Эль Шадай с этого момента, говорит Яков, у вас есть, вы не испытываете недостатка ни в чем, кроме как в молитву. Вот я молюсь за вас. Теперь, дальше. Эль Шадай, комментарий к обороту Эль Шадай. Эль Шадай – редкий оборот, я сразу скажу. Вот Бог всемогущий, мы-то, я говорил как-то, что имя Шадай, оно для евреев абсолютно естественное, ровно потому, что его пишут на футлярах Мезус, и поэтому вы его встречаете, проходя мимо всех дверей. И его, там он связан с Туфелином бывший, по этому поводу его евреи знают. Но мало народу знает, насколько редко оно в Торе. Оно редко в Танахе, это редкое имя. И обычно оно бывает в устах либо про отцов, и связано с благословением Авраама, вообще-то. Его появление – это почти всегда явная или неявная ссылка на благословение Авраама. И вдруг Раши находят нужную в этом месте прокомментировать это имя. Шадай, Шэдай, тот, которого достаточно, в даровании милосердия. Потом Ухэдай, и он в состоянии, у него достаточно возможностей, чтобы дать. И он даст вам милосердие. Зэгупшуто. Что комментирует Раши? Он комментирует следующее. Он комментирует не Эль Шадай, он комментирует весь оборот Етенлахам Рахами. Он даст вам милосердие. Теперь, как имя Эль Шадай, которое обычно означает «защита», обычно этот термин «защита» связан с милосердием. Отвечает Раши, у него «дай» достаточно силы, чтобы дать. В русском языке получается совершенно замечательное игра словом. Слово «дать» и еврейское «дай» достаточно, они, в общем, никак между собой не связаны, но звучат похоже. У меня еще мой учитель Рэп Абро Меллер учил такого рода ходам, говоря, что ежели слова похожи в русском и в еврите, значит, это не случайно. Ну и время от времени, да, фантастические комментарии, время от времени, ну, не буду рассказывать вам. Значит, Зепсуто, обратите внимание, Раша комментирует не столько имя, сколько объясняет, что здесь делает это имя. Как это имя связано с милосердием. У него, дело в том, что Шадай, я прекрасно понимаю, в чем проблема Раши. Имя Шадай – это либо защита, но это всегда имя силы. Сила в защите. Это пацифик, только перевернутый в правильную сторону, руна Альгиз, извините за символику. Руна пацифик, которая рисует, знаете, вот это, а это же перевернутое, если в прямом положении переверните обратно, то это сила защиты вообще-то эта руна означает. Так вот, имя, вот это имя Бога, оно означает ровно вот это. Вот это смысл этого имени. Это сила защиты. По этому поводу появления его рядом с милосердием действительно вызывает вопрос у Раши. И Раши здесь безукоризнен, когда он объясняет, почему он в этом месте вот это объясняет. У него, да, ему хватит силы, чтобы дать. Зепшуто – это прямой смысл. Тот, кто сказал миру «хватит», скажет «хватит моим бедам». Потому что с моего юности не прекращали меня преследовать беды. Беды от Лавана, беды от Исава, беды, связанные с Рахей, беда с Диной, беда с Йосефом, беда с Шимоном, а теперь и с Бенгемином. Это Медраж Танхума. Это блеск. Это уже блеск, конечно. То есть, обратите внимание, он говорит, это Медражо. Что имеется в виду? Есть классическое, всем известный комментарий по поводу того, что имя Шадай – это имя границ. И одно из них, вот этот вот Медраж, и он несколько раз Раши его повторяет, смысл имени, что тот, кто сказал «дай миру», установил границы. Вот, например, когда море, были устанавливались границы моря, и море, как естественно для этой стихии, пыталось захватить всю сушу, ему было сказано «дай, вот досюда граница». А почему, по-вашему, на мезузах пишется это имя? Это имя границы. Причем такое? Охрана границы. Буквы тоже не случайно на эту руну похожи, правда же? Да-да-да, это моя ассоциация, но она правильная, это имя именно охрана границ. И она силовая, здесь очень важно, это силовая, но это еще установление границ. Границ моря, границ дома, вот пограничная стража. И Раши говорит, и он возвращается, он там пшатом. Вообще-то Раша считает тот, кто, вот это имя границы. И что происходит? Вдруг он говорит, есть медраж? Тот, кто сказал морю, хватит, и установил границу, и миру хватит, то есть установил границы в мире, гор, суши, воды, меры, вот это чувство меры. На самом деле, дай – это гармония, это та самая гармония. Это не имя, но я сейчас не буду там в кабалу ходить. Он остановит беды, которые захлестывают меня. Беда моей юности такая, 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 хватит границам. Пусть здесь будет установлена граница моим бедам. Комментарий, на мой вкус, поэтически гениальный абсолютно. Раша, когда приводит этот комментарий из Митра Шатанхума, просто демонстрирует бездну вкуса, хорошего вкуса. Но при этом, говорит, это медраж. Это медраж. И вот здесь следует подумать, почему медраж. И что Раша называет медражом. И тут мы понимаем одну простую вещь, что медражем Раши, под медражем Раши понимает, как правило, Агаду. Причем Агаду, построенную на… Есть такой метод медража, это буквальное чтение стихов. Я не пытаюсь понять контекст, а я пытаюсь понять слово вне контекста. И комментирую стих словом, не считаясь его контекстом абсолютно. Например, когда эти самые цередворцы фараона, вот Ясэк сидит в тюрьме, и там Винокерпи и Хлебопёк видят сны. И увидели в Эхаламу холом шнэгом. Раши. Эхаламу шнэгом холом. Просто переставляет местами словами. Они увидели сон. Оба сразу. Оба они буквально. Раши. Простой смысл. Они оба сразу увидели сон. У медра-со, тут же рядом, а толкование по медра-су, коли хат холом холом шнэгом. Каждый увидел сон второго. Почему? Потому что неправильный порядок слов. То есть как бы это зацепка за текст, для того что-то сказать. Но это стиль комментария, когда я пытаюсь комментировать стих, так что каждое слово значимо и несёт дополнительную информацию. Кроме прямого контекста, как бы есть дополнение к нему. Вот драж – это вот такой комментарий. Это как бы дополнение к прямому смыслу, которое базируется на буквальном чтении слов. Вот это драж у раши. Но пшат, вот пшат раши – это вещь совершенно непонятная, потому что сегодня, когда говорят пшат, никто не имеет в виду пшат как раши. Никто не имеет в виду этот уровень. Но пшат раши – это вот эта связка. Это вот как мы себе это видим. Не случайно такой классикой является его начало комментариев к Торе. Не следовало начинать, Тору следовало начинать этот месяц для вас. Севтейха Хамим там объясняет. Потому что Тора была дана ради заповедей. Внимание на раши. Тора была дана для заповедей. Поэтому надо начинать прямо с заповедей. Тогда зачем нам начинается сотворение мира, а не с девятой главы книги Шмот, отвечает раши – то, что отвечает, приводя метраж. Но смысл состоит в том, что прежде чем рассказывать о заповеди, нужно утвердить основы веры. Бог – творец мира. Кто такой Бог? Вот этот рассказ нужен. Вот эти рассказы нужны. Вот это то, что Раша там прокомментирует. Причем он по-другому сказал. То, что я сейчас сказал, я перевожу смысл того, что он там сказал. Один из смыслов. Не обязательно так. Поймите, этот медраж, который я сейчас привожу, Амар Раби Цхак, который начинается сказал Раби Цхак, один из любимых медрашей-сионистов вообще-то. Но я ее перевожу чуть-чуть по-другому. Но, например, оттуда же можно, смотрите, как это, опять я многократно говорил, медраши мудрецов сильны тем, что они никогда не говорят, они никогда не бывают плоскими, они никогда не говорят одну мысль, они всегда многослойны. В этом их сила, в этом их красота. Вот эта многослойность, эта комплексность подхода, они всегда комплексный подход. Там всегда есть слои, потому что в этом же комментарии еще речь идет про землю Израиля, которая вторая земля Израиля, единое целое, что раньше очевидно. Там еще эта мысль лежит. Но, опять, вот это мастерство подборки медрашей. И сказать, что комментарий Раши зависимый, медраша, это неправда, он независимый. Он в них погружен, это совершенно другое. И вот этот стиль мышления, вот этот стиль связи текста Торы со всей устной традицией, в этом это и есть то, что принес Раши. Это мощнейший объединитель. Объединитель двух традиций. Кстати, я, например, глубоко убежден, что победа над караимами рабонитов это заслуга комментария Раши. Это его заслуга. Она незаметная, она подводная. Но вот это то, что ему удалось, это соединить две Торы в единое целое. Настолько, что это не разделить стало. Это и есть гениальность. В этом смысле разница между Рамбомом, который комментирует, излагает свои мысли, выводит законы, хороший мыслитель, он философ, я говорю, экстракласса. Действительно философ, суперкласс. Раши не философ, но умение незаметно получить нужный результат. Я бы сказал, что если Рамбом учитель, то Раши это наставник, учитель, Рамбом это учитель мудрости, то Раши это наставник по жизни такой, который формирует стиль ученика, стиль ученика, жизнь ученика. Вот это то, чего Раша удается. И вот его влияние, обратите внимание, его влияние, это мы Талмуд читаем его глазами, мы Тору читаем его глазами. Вот это есть его влияние. У Рамбома это даже близко к этому не приблизится. Мы не читаем Тору глазами Раши. Когда мы читаем Раши в Мурену Гусим комментируют Тору, то мы думаем, насколько это хорошо нам применимо и насколько нас это устраивает. Мы не читаем никогда Тору глазами Рамбома. Мы Талмуд не читаем глазами Рамбома. Мы выводы делаем как Рамбом, регулярно, там, знаете ли, Аймешфат на листе Талмуда есть комментарии, Аймешфат, которые просто ставят ссылки на те пункты, которые Рамбом выводят в Галаху. И на каждом листе их несколько штук. Просто вот ссылки, где у Рамбома это выведено в Галаху. Мы выводы делаем как Рамбом, но мы не читаем глазами Рамбом, мы читаем глазами Раши. А это уже, и мы Тору так читаем, а это уже действительно что-то супер, это запредельное что-то, вот, с моей точки зрения. И в этом смысле Раши, на самом деле вся дальнейшая еврейская традиция это Раша и Рамбом. Это парочка. Разделенные странами, культурами. Один Ашхеназ, другой Сефард. Разделенные временем на век. Раша жил на век раньше. Обратите внимание, что теоретически некоторые основы Раши не наши. мы по-другому представляем себе понятие пшат и драш. Тем не менее, это нам нисколько не мешает. Я согласен с Ибн Эзрой, что в том смысле, в каком Ибн Эзр понимает слово пшат, в Раши нет ни на грош его. Ну, ни на грош, на 10 копеек есть, но не на робот. Тем не менее, Тору я читаю по Раши при моем глубочайшей любви к Ибн Эзре. Моей глубочайшей, в восторге перед этим человеком. Я люблю его очень комментарии. Кстати, замечу, что в Ибн Эзре тоже написаны суперкомментарии. Несколько. Кстати, довольно плохих обычно. к Раши писали, если пишут комментарии, не стесняются писать комментарии к Раши, то это уже показывают на класс. Вот где-то вот так. И вот эта единость традиций, единость двух Тор, это, собственно, результат работы как раз Раши. Ну вот, где-то вот так. Это то, чего я сегодня хотела рассказать. Окей? Если есть вопросы... Вот это слияние Торы с комментарием Раши, оно ведь только в ушкинадской традиции произошло? Во всех. Во всех. Дело в том, что принято думать, я позже чуть-чуть обращусь к этой теме, просто когда возникнет тема, принято думать, что ашкенадская и сефардская традиции очень сильно разведены. На самом деле это не так. Ашкеназы очень сильно влияли на сефардов до определенного времени. Более того, я хочу заметить, что читая респонсы сефардские скажем, до позапрошлого века, мы регулярно, они любят Левсок давать пса к бошке нашим авторам. Сефардские авторы очень уважали комментарии Робина Моше и Серлиса. Очень уважали его примечения и регулярно принимали их. Расхождение не столь мощное, как принято думать. Да, во времена расхождения между сефардской традицией и Ашкеназской было грандиозным. Но они сблизились довольно сильно, не без усилий ибн Эзры, еще нескольких авторов чуть-чуть позже, но они вполне слились. И в конце концов вот Рамбан, Раби Моша бен Нахман, младше современие Карамбума, он из Испании, он вообще цифар, но он глава Ешивы Парижской, а Парижская Ешива это форпост Ашкеназов. И как раз люди, которые там регулярно, скажем, Ражба был посохом для сефардов, хотя он внук Раж. То есть расхождение было не столь сильно, как принято думать. Это сегодня там политические всякие подоплеки, где очень хочется поделиться, как-то усилили эту тему. На самом деле хорошая тщательная проверка показывает все расхождение. Да, конечно, были в обычаях, ПСК, местные обычаи, там много чего было, но они слишком старательно педалируются в наше время. Ну, вот, где-то да. Раж абсолютно принимается как основной комитет. Кстати, я хочу заметить, первый издатель Раша типографский. Вот откуда, почему ктив Раша, почему шрифт Раша. Комментарий Раша издается отдельным шрифтом. Так вот, шрифт Раша это сефардский шрифт, потому что сефарда у издателя знал, что сефарда богаче. По этому поводу для них курсив, шрифт Раша это курсив. Был ашкенадский курсив и сефардский курсив, они разные. Сефардский курсив это то, что называется сегодня шрифт Раши, а ашкенадский курсив, тот, который писал Раша, это современный письменный иврит. Это ашкенадский курсив. Письменный иврит нынешний ашкенадский и Раша писал им как раз. Ну, с учетом изменений шрифтов во времени все-таки прошло тысячи лет уже скоро будет. 800 лет он умер еще раз в 1105 900 лет со дня смерти прошло. Шрифт немножко поменялся за эти времена. Но тем не менее, то есть как бы в угоду сефардом он был сразу издан на сефардском шрифте и он не случайно продолжает издаваться именно этим шрифтом. Сефарды его принимали совершенно без пробок. Окей? Еще, если можно, вопрос. Вот, учитывая все, что вы рассказали, насколько важны Медраши в понимании, какой из них он выбрал, вот этот весь мостик между письменной и устной торой, вы бы посоветовали изучать тор с комментарием Раши начинающему, кто только пришел, хочет понять прямой смысл и при этом не собирается погружаться в талант. Я бы сказал, что если быть с учителем, то он сумеет отобрать правильно. Ну вот, как я, скажем, ну вот, то, что я сегодня отбирал, мне кажется, что это важные два комментария, вот комментарии к этому стиху. Обратите внимание, он как бы не совсем о стихе говорит, он дает некоторую глубину по жизни. Раша в этом смысле блестящий, но для этого тот, кто его вам преподает, должен уметь донести смысл, который там лежит. Безусловно, надо читать Раши. Кстати, чтобы было понятно, я, например, вот начал учить иврит по Раши. Мне крупно повезло. нам тогда в Москву привезли перевод, две брошюрки, перевод Фрима Гурфинкель, комментария Раши на русский язык. Фрима Гурфинкель переводила Раши дословно. Дословно. Просто непонятно, вот сегодня я смотрю, вижу, что это непонятно. Но я в письменном виде переводил Раши, а потом сравнил с ее переводом. Я так иврит учил. Ну, нет, я перед этим взял несколько уроков ивритов. Не подумайте, что я с нуля так учил. Это не с нуля было. Я все-таки к тому моменту уже полгода учил ивритов учителя. Но я, например, начинал с Раши и был в восторге. Кто был учитель иврита с лиха? Учителем иврита был Гена Хасин. И никто, и такой группы, как у нас не было. Была группа шесть математиков. Гена Хасин тоже математик. Шесть математиков и иврит преподавался через структуру иврита. В основном давалась структура грамматики. Гизеры, беньяны, попытка преподать в гуманитарной группе в таком стиле провалилась дребезги. Математики были в восторге. Мы знали иврит именно через грамматику шли, через грамматические структуры. Нормальные люди так иврит не изучают. Выяснилось, что математики просто в восторге. Настолько логично, настолько легко укладывается все, как образовываются слова. Это очень специфическая группа была, но еще раз, шесть математиков учат иврит. Специфическая такая публика собралась в этой группе. Гена там был просто на месте абсолютно. Он тоже математик, поэтому нам всем было хорошо. ну да. Окей. И если у Андрея больше нет вопросов, у меня такой маленький вопрос, очень примитивный и банальный. Слушай, а вот как-то не знаю, по-моему, это всем приходит в голову, через какое-то время человек вообще занимается изучением первоисточников. Слушай, ну а как все-таки Раша удалось создать такой огромный корпус комментариев практически ко всему, у человека ни компьютеров, ни конкордации, ну как бы вообще никаких инструментариев не было. Как? Один человек. Вот смотрите, да вы извините, я отвлекусь, но Раша, кроме комментариев к Талмуду, Раша приписывает комментарий к Берешит Раба. Он ли это или нет, некоторые специалисты по текстам, я не изучал вопрос, я предупреждаю, утверждают, что это кто-то из Северной Италии, но они основываются на лингвистической всяких вещах. У него есть комментарий к Берешит Раба. Раша читал комментарии и весь хумаж, правильно, весь хумаж. Смотри, вот извини за отвлечения, Раби Йосиф Каро, прежде чем написать Чульхана Рух, прокомментировал полностью Арба Турием, да, и прокомментировал полностью Рамбова, ну не полностью, а почти всего. Вот у него два комментария на две важнейшие книги. Галахический, это Арба Турием, это главный сборник галахический, который сочетал к этому моменту, и Рамбов. И только после этого начал писать Чульхана Рух. По этому поводу он чувствует себя в этом море Галахи, как рыбка в воде. Раши, у меня такое чувство, что рыба воды не знает, и он так прожил, так воспринял все это. Вот это он такой. Я на самом деле действительно поражаюсь вот скажем, всякий, кто читал комментарий к тому Дурашба или Рашбама, видит, насколько он не дотягивает до Раши. Просто не дотягивает. Он многословен, он плохо чувствует там, где надо остановиться, где нужно сказать три слова, где Раши хватает трех слов, чтобы объяснить, он начинает многословно что-то объяснять. А это была попытка создать краткий комментарий в стиле деда. И не получается. И не получается. Это действительно какая-то супер гениальная личность. Это действительно уникальная личность именно вот ну вот такая. Окей. Я все, что могу сказать. Как он дошел до жизни такой? А кто его знает? Куча пишущих людей, когда их спрашивают, что вы хотели этим сказать, когда вы писали в книге то-то. Говорит, я откуда знаю. Мне так написалось. Это что-то завязанное на другое. Ну вот что хотел Пушкин сказать? Извините, я не Пушкин, но он не написал, что он хотел сказать. То же самое. Просто такая личность. У меня нет лучшего ответа. И послушай, я правильно понимаю, что уникально, как я могу судить, как это представляется, в еврейской традиции, может быть, вообще в человеческой традиции, вот такая как бы признаваемость классичности комментариев на протяжении столько времени. То есть Раши, я не знаю, когда он стал классиком, но почти сразу сразу же. Его внуки, его внуки комментируют Алмуд, все время ссылаются к Кунтресам. Кунтрес написано, Кунтрес это брошюра. Брошюры, да, Кунтрес они уже ходили, они при жизни разбегались, вот эти вот брошюры с его комментариями глава, они разбегались уже при жизни, то есть он был признан при жизни. И это неоспоримо, это неоспоримо до нашего дня. И не неоспоримо, это действительно, наверное, самый уникальный человек, потому что про многих автор может быть великий, если не хорошее, но вот настолько как Раши, Рамбом не дотягивает до этого уровня, я хочу ответить, Рамбом да, конечно, но Рамбом до вот этого уровня признания он не дотягивает. С Раши не спорят. Правильно сказать, что с Раши не спорят? Раши Раши учат. С Раши не спорят. А вот с Рамбом вы бы только почитали, что про него пишут разных поколений. Ну да, Рамбан с Рамбом они как бы все время пикетируют. Раши это мнение Раши такое. Спорить Раши дан для понимания, а не для споров. Да. Не нравится проходи мимо. Да, да. Его надо понимать. Более того, если ты его поймешь, то может быть ты откажешься, ты не согласишься использовать это как комментарий в этом месте, но это отразится на твоей психике. Как вот бог-защитник, который положит конец моим океану моих бедных. На самом деле образ там вот такой, да. Например, Раши, вот когда я говорю, Раши, философ, но по этому поводу меня вот на всю жизнь убил, я повторяю многократно комментарий к трактате Брахот. Где-то в самом начале почти, критили, что ли. Человек должен приблизить Бога к себе. Я повторяю порядок. У Рамбума человек должен подняться к Богу. У Раши человек должен приблизить Бога к себе. Меня это шибануло, когда я это прочел. А это комментарий к Талмуду просто. И у Раши это регулярно получается. Вот этой одной фразой шибануть почитателю. Он действительно читайте, читайте. Не понимаете, не нравится. Попробуйте еще через год прочесть. Вы поменяетесь за год. Узнаете что-то новое. У вас будет другой взгляд на мир за этот год, наверное. Все-таки каждый год манишь на Галайла Газе. Чем отличается эта ночь? Все-таки может быть, вдруг вы поймете всю ценность того, что сказано. Окей. И правильно сказать, что каждому молодому человеку, начиная с моего жизни, ему правильно начать с изучения Раши. Давайте скажем так. Вот я-то считаю, что начинать надо с Раши и кого-нибудь более доступного. например, Орга Хайм Гакадоши, который глубок, хорош, но он ясен. Вот у него достоинство ясность. Он ни с кем не спорит, что ценно, он не требует анализа. Вот какого-нибудь неаналитический комментарий, вот Рамбан аналитический, Бенезра аналитический, Раш аналитический, нужно брать кого-нибудь неаналитический комментарий. Я люблю Орга Хайм для таких целей читать, когда вот, читать. Я считаю, что надо читать наряду с каким-нибудь неаналитическим комментариям. Окей, очень интересно. То, Беседер, отпускаем Мейром, правильно? Ну, тогда всем Агут 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 Я извиняюсь. поскольку был на мероприятиях. То, окей. Всем счастливо. Шабад шалом. Спасибо. Пока-пока. Спасибо огромное. Пока. Пока-пока. Редактор субтитров Продолжение следует...